Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Хотел бы попросить вас в помощи совета. Дело в том, что общаться с одной девушкой я начал в основном с переписки. Она уезжала в другую страну, возможности видеться в жизни не было. Поэтому все наше общение было в интернете. За довольно длительное общение с переписками очень сблизились, обсуждали откровенно личные темы, стали совсем близкими людьми. Проблема в том, что наше общение в жизни особо не блещет, как будто разные люди в переписке одно в жизни другого. Мы настоящие люди в переписке, никто из себя не строит. Кого-то, чтобы понравиться в жизни, понятно, делать точно такие же. Но общение в гору не идет. Хотелось бы попросить совета к нам перенести все общение с переписки в реальную жизнь. Если оба заинтересованы, прошу помощи. Заранее спасибо. Смотрите. Ситуация здесь следующая, что речь идет о, во-первых, стеснении, как с вашей, так и со стороны девушки. То есть все-таки идет элемент стеснения, идет элемент такой вот неуверенности в себе. Вот. Это первое. То есть поработать нужно с уверенностью, да, с скованностью здесь, с тем, что сковывает вас при общении. Возможно, с целью, да. То есть, ну, какова вот цель общения, какова вам цель взаимодействия. То есть, если в переписке вы действительно нацелены на то, чтобы делиться чем-то, то в жизни совершенно очевидно, что нет. Второй момент. Это разочарование. То есть, ситуация заключается в корреляциях общения дистанционного и восприятия образа. Дело в том, что при таком вот дистантном общении человек зарисовывает образ другого. Вот, представляю его, этот образ, несколько идеализированным. И, соответственно, когда происходит столкновение с непосредственно живым человеком, то, естественно, происходит разочарование. Вот. Эти моменты нужно отследить, то есть, чего вы ждете от себя, чего вы ждете от девушки и научиться с этим обращаться. То есть, научиться это выражать и размещать. Вы увидите, что такого общения, как в переписке, не будет, потому что в переписке общение не естественное. Вот. Если оно не является производным от реального общения. И, в общем и целом, на мой взгляд, общение в гору у вас не идет сейчас, потому что ни в переписке, ни в реальной жизни вы сами собой не являетесь. То есть, вы говорите, что вы являетесь, но на самом деле нет. Вот. Если бы вы являлись, то не было бы вашего вопроса. Дальше. Я думаю, что нужно обратить ваше внимание на то, что если и вы, и ваша девушка оба видят себе проблему, то имеет смысл также вместе обратиться к психологу. Вот. И вместе, то есть, вот именно, в ключе, в русле, в русле, в парной консультации, то есть, ну, по сути, работы с парой, да? Вот. Вот. Уже поиследовать вашей коммуникации. Я думаю, что это позволит вам понять и увидеть те проблемы, те сдерживающие факторы, которые не позволяют вам, в общем-то, развивать и... углублять общение. Углублять общение. Вот. Ну и, наконец, наконец, вот, хочется сказать, что именно в переписке за счёт отвлечённости, за счёт отсутствия непосредственно человека перед нами, за счёт... взаимодействие с образом, как я сказал, на мой взгляд вы перепрыгнули некоторые стадии сближения. Когда вы встретились непосредственно с партнёром, то этот вот скачок, он стал очевидным. Вот. То есть, это, получается, вы переключились с себя, да, с того, что вам, ну, как вам комфортно, как вам удобно, на другого человека. От цели возникла такая расхождение. Ещё момент, который я не понял, вы говорите, что мы настоящие люди в переписке, никто... ни из кого... никто из себя не строит, кого-то, чтобы понравиться в жизни, и, понятное дело, что... в жизни точно такие же. Нет. Это неправда, здесь очень важно перестать себя обманывать, да, что... в жизни вы другие. В жизни я стесняюсь тебя. в жизни, эм... твоё присутствие физическое, эм... меня... сковывает. Вот. Это важно увидеть, заметить, и об этом поговорить. Вот. Ещё я бы сформулировал, эм... для вас и вашей девушки, эм... такой вопрос. Чего я жду... от тебя в переписке, и... в реальной жизни. Вот чего я жду от тебя. И чего я жду от себя. И вот посмотреть, насколько это адекватно. На этом всё. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь. Обращайтесь.